Уважаемые мастера, здравствуйте! Меня зовут Сергей Клейн. Мы находимся в столярной школе Рубанка в городе Санкт-Петербург. В этом видео мы поговорим о том, как ухаживать за инструментом. Инструмент играет важнейшую роль в ремесле. Он является продолжением руки мастера. Качественный инструмент дольше служит, облегчает работу мастера, точнее, держит настройки. При этом очень важна эстетическая составляющая. Красивым инструментом приятно работать. Что же может ухудшить состояние инструмента? Первое. Неправильное его применение. То есть нужно использовать инструмент по его прямому назначению. Второе. Механические повреждения. Повреждения от ударов и царапин. Чтобы уберечь инструмент от опасности, его стоит хранить в деревянном инструментальном кабинете. Если у вас еще нет деревянного инструментального кабинета, для вас актуальны скрутки и кейсы. Мы можем защитить режущую кромку инструмента от ударов с помощью специальных чехлов и специальных сумок скруток, в которых можно и хранить, и переносить инструмент. Для рубанков существуют специальные кожаные подвесы и сумки. Все это доступно в магазине рубанков. Третье. Износ инструмента трением. Сюда относятся трение подошвы рубанка о поверхность массива и трение полотна пилы о древесину. С проблемой трения нам позволяет справиться с теорино-парафиновая свеча от мастеров-ремесленников Гильдия ПРО город Санкт-Петербург. Достаточно нанести на подошву рубанка и металлического, и деревянного тонкий слой смеси вот так. И трение уменьшается, и соответственно уменьшается износ. Данная свеча несет название слайд, что означает скольжение. И действительно, инструмент начинает скользить по древесине, не окрашивая ее. Точно так же парафин наносится на пилу. Вот так. Еще одно важное применение парафиновой свечи – это смазка полозьев и направляющих выдвижных ящиков. Четвертое. Износ режущей кромки. Затупление инструмента. Важно, чтобы режущий инструмент был идеально острым, поэтому рабочий инструмент нуждается в постоянной доводке и заточке. Заточка – один из самых агрессивных процессов. Там мы сталкиваемся с абразивами и влагой. При контакте металлов с окружающей средой возникает реакция распада – коррозия, результат которой – ржавчина. Металл теряет свою прочность и разрушается. С проблемой ржавления помогает справиться масло камелии каплиум от уже известных нам гильдия ПРО. Оно не оставляет жирных пятен, имеет приятный аромат и полезный для инструмента и кожи рук. Это эфирное масло с широким выбором ароматических отдушек. Сандал, лаванда, миндаль, можжевельник, ладан, апельсин. Лично для меня важно, что здесь есть капельный дозатор. Пользуясь таким объемом, расходуя по одной капле в день, его хватит на три года. Как им пользоваться? После заточки инструмента мы вытираем инструмент насухо и наносим одну каплю масла. Растираем ее сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Инструмент готов к работе или длительному хранению. Ну и напоследок несколько советов. Не храните инструмент в пластиковых кофрах, особенно с водными камнями. Он заржавеет. После работы очень важно очистить инструмент от стружки и пыли, ведь весь этот мусор провоцирует ржавление. Лучший способ предотвратить ржавление инструмента, конечно же, часто им пользоваться. С вами была Школа Рубанков. Учитесь и работайте вместе с нами.